С 1 июня в Крае начинается самое любимое время школьников – летние каникулы. В этом году на отдых детей потратят 2 миллиарда рублей. Во всех оздоровительных лагерях полным ходом идет подготовка к приезду ребят. Какие дополнительные меры безопасности введены в этом году на базах отдыха, расскажет Елена Ширяева. Скоро на этой площадке будут играть дети со всего Красноярского края. Территория всех оздоровительных учреждений благоустроена и почти готова к приезду ребят. Всего в этом году в пионерских лагерях отдохнут чуть более 120 тысяч детей. Все путевки раскуплены. Ребята из малобеспеченных семей, сироты и инвалиды, как и раньше, будут отдыхать бесплатно за счет средств краевого бюджета. Остальным отдыхающим оплатят 80% стоимости путевки. В рамках формирования бюджета 2013 года была принята отдельная программа на сумму более 300 миллионов рублей для капитальных ремонтов, строительства, модернизации наших пионерских лагерей. Определенные специальности и врачей, педагогов дополнительного образования и наработников здравоохранения. Мы выделяем деньги дополнительные по повышению стимулирования уровня их оплаты. В этом году у детей большой выбор. Почти тысяча оздоровительных учреждений. Сейчас на базах отдыха идет подготовка. На территорию устанавливают видеокамеры и тревожные кнопки. На сайте некоторых лагерей в режиме онлайн родители смогут наблюдать за своим чадом. В прошлом году проделан большой объем, в том числе по обеспечению безопасности летних оздоровительных лагерей. И в этом году мы уже будем только констатировать факт и какие-то недочеты, их корректировать, для того, чтобы быть уже на 100% уверены, что дети наши находятся в безопасности. Губернатор отметил, вместе с безопасностью детей руководители лагерей должен волновать их досуг. В оздоровительные учреждения будут приезжать артисты цирка, театров и музыканты. Планируется 9 кружков. У нас называется смена не дня без праздника. Поэтому мы будем максимально стараться, чтобы у детей день не повторялся, а каждый день было что-то новое. Последний лоск наводит не только в лагерях Краевого центра, но и в Ачинске, Назарово, Железногорске и Минусинске. Елена Ширяева, Эдуард Ляйс, Вести Красноярск. Субтитры создавал DimaTorzok